МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Городская среда». Тема сегодняшней встречи – энергетикам. Каждый образованный человек знает о том, что основа сегодняшней цивилизации – энергетика. Уровень ее развития в той или иной стране определяет качество жизни граждан этой страны. Каков уровень энергетики Молдовы? Что является его основой? Каковы проблемы отечественной энергетики? Об этом и многом другом поговорим с сегодняшними гостями программы. Вице-директором Национального института энергетики, академиком Виталием Постолати, его коллегой, также вице-директором Института энергетики, доктором Хабилитат Владимиром Берзан и муниципальным советником от партии социалистов Александром Комаровым. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, давайте начнем с общих вопросов. Что такое энергетика Молдовы? Что является компонентами, это одно из самых важных отраслей экономики нашей страны? Если можно, я пару слов скажу. В принципе, когда мы говорим о энергетике, всегда имеем в виду несколько составляющих. Это топливо, это преобразование топлива, получение энергии, передача энергии и распределение до конечного потребителя. Вопрос в том, насколько это эффективно производится, и в итоге за все платит потребитель. Другого источника обеспечения с точки зрения финансов этого сектора нет. Республика Молдова, в общем-то, ее энергетика является своеобразным таким, имеет свое своеобразие, поскольку была частью большой такой энергосистемы, сейчас мы имеем статус национальной энергосистемы, но общий принцип функционирования остается прежним. Поэтому мы не можем рассматривать раздельно ни генерацию, ни транспорт, ни распределение электроэнергии. И вот проблема согласования работы разных сегментов этого сектора, который называется энергетики, является очень важным. Здесь чрезвычайно важна координация, чтобы это все работало в унисон. Дело в том, что электрическая энергия, как тепловая, является продуктом, который продается, но со своими свойствами. Электрическая энергия, сколько сегодня в одну секунду произвелось электрической энергии, столько и должно быть потребление. Иначе получается дисбаланс, что приводит к разрегулированию всей этой большой сложной системы. Она как живой организм. Что мы имеем, столько и потребляем. С одной стороны, это прелесть, потому что нет склада. Сколько произвели, столько и продали. Или выдали, по крайней мере. Мне кажется, минус отсутствия склада энергии тоже, наверное, минус. Это, в принципе, элемент, то, что мы называем сегодня логистика. То есть, работа с колес. Но это создает одну большую проблему для, вообще-то, в таком планетарном масштабе, хранения на долгий период электрической энергии. Если бы мы научились это делать, это было бы очень хорошее технологическое решение. Господин Поставатель, а вот видение пневмического характера. Я дополнил, вот сказанное тем, что сегодня очень такое востребованное понятие умные сети. Умные сети – это когда генерация, транспорт, распределение и потребление взаимно связаны. И взаимоинтересы каждого из компонентов управляющих структур, так сказать, вот этих подразделений скоординированы. И эффект, который получают и производители, и транспортники, и потребители, в конечном счете должен быть эффект для каждого. И ни в коем случае нельзя, так сказать, дать предпочтение, допустим, распределительным электросетям или генерирующим источникам и в ущерб потребителю. Потому что потребитель – это, конечно, в счете тот, на которого работает энергетика. И от того, какие цены, какие тарифы будут для потребителя сформированы, от этого зависят экономические показатели каждого экономического агента в отдельности, каждого жителя республики в целом, его благосостояния. И не замечая или не видя эту обратную связь, мы можем сделать очень большие непоправимые ошибки, думая о том, что да, мы в данный момент получили эффект, я имею в виду, допустим, производители, распределители, но если мы потребителю не создали возможности для расширенного воспроизводства, то, что называется, то в конечном счете и все остальные садятся все ниже и ниже и ниже. То, что сегодня имеет место в нашей… Я думаю, зритель понял, что мы говорим с вами о теплоэнергетике. Я бы хотел действительно сместить всю эту тему в несколько плоскость реальной ситуации. Значит, сегодня страна, да простят мне профессионалы, примерно закупает, потребляет в районе 800-900-950 до 1000 мегаватт в час электрической энергии. Страна производит, в зависимости от того, что у нас много теплоцентрали, от 12 до 20 собственной электроэнергии. Электроэнергобезопасность страны говорит о том, что нужно производить более 70-70%, тогда страна считается энергобезопасной. Как мы видим, сегодня очень большие потребления с производством электрической энергии. И в последнее время, если говорить по большому, государство не построило ничего, значит, все эти социалистические... То есть, это эксплуатация советского прошлого? Это эксплуатация советского прошлого. Есть постройки небольших солнечной генерации, которые мы немножко вернемся, но реально, практически, мощность та же. Мало того, я хотел бы, чтобы сегодня было затронуть вопрос Кишиневской ТЦ-1. Есть попытки, с моей точки зрения, они пока только как бы намеки на закрытие ТЦ-1, которые производят 66%, 66 мегаватт установленной мощности, это примерно порядка 20% производимой мощности страны как таковой. И если можно мы тогда, значит, поскольку, значит, Академия ОК рассчитала показатели ТЦ-1, ТЦ-2, у нас самая мощная ТЦ-2, но ТЦ-1, имея свои маленькие машинки, она имеет совершенно свои преимущества, о которых хотел бы, чтобы наши коллеги упомянули, совершенно нормальный КПД, и при наличии очень небольшой нагрузки летнего горячего водоснабжения, она генерирует намного меньше убытков, чем Кишиневская ТЦ-2. Вот я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Ну, если позволите. Забота о жителях Кишинева – это забота, прежде всего, надежного теплоснабжения, надежного электроснабжения, и чтобы умеренные цены были. И по нашим таким вот укрупненным оценкам, если использовать рационально имеющиеся мощности и ресурсы, генерирующие в самом Кишиневе и пригородах, проценту на 20-25 можно снизить тарифы, отпускаемые тарифы на указанные виды энергии. Значит, мы смогли разобраться в том, как разнести на теплоэлектроцентрали затраты топлива на производство тепловой энергии, электрической энергии, где и какие отступления от объективного уровня этих затрат. И почему так происходит? Мы попытались, так сказать, выяснить и уяснить, почему так происходит. Это все, оказывается, мы это понимаем, видим, мы говорим, но не всегда это воспринимается теми, кто должен. Застучаться до главных дверей, как они удаются. Значит, ну, например, по ТЭС-1, по ТЭС-1, так же, как и по ТЭС-2, между прочим, тоже, отпускная цена на электроэнергию завышена почти в два раза. Что это значит? Это значит, те, кто сегодня рассуждает об этих станциях, о их судьбе, сразу, так сказать, не вникая в суть вопроса, говорят, так там же очень дорогая производимая электроэнергия. Но на самом деле, на самом деле, искусственно, нашими регулирующими органами цена сформирована почти в два раза выше, чем себестоимость производимой электроэнергии на этих объектах. Ну, и особенно по ТЭС-1, так сказать. ТЭС-1, она, как и ТЭС-2, в последние годы все меньше и меньше производит электроэнергии. А чем это вызвано? В той ситуации, когда существовал Термоком, и сами электростанции были другими, в другой, так сказать, сфере управления, между этими организациями была определенная конкуренция, и Термоком пытался, так сказать, в первую очередь загрузить собственные котельные. Ну, хотя, в целом, и спад объема потребления теплоэнергии снизился, потому что пошли индивидуальные установки. Но это, в принципе, так сказать, не совсем оправдано, особенно крупные жилые массивы там, и особенно вблизи станции. Виталий Михайлович, если Вы позволите. Значит, у нас нагрузка города упала с 1900 тысяч гигакиллорий, до 900 примерно тысяч. Ну, это я уже за последние три года, может, невнимательно сижу за цифрами. Значит, постоянные затраты остаются, и вследствие падения тепловой нагрузки, значит, цена на гигу, естественно, растет. В это же время, вот, нету внятной политики государства по теплоэнергетическому развитию города Кишинева, столицы. Значит, у нас сейчас строятся дома, значит, которые пускаются, значит, на своих газовых котлах. Очень много частники, значит, вот эта нагрузка, которую можно было бы передать централизованным источникам снабжения, а там и правильный КПД, и выброс труба 180 метров, значит, правильный выброс розоветров рассчитано. Вся экономика рассчитана таким образом, чтобы город был чистый, чтобы было качественное снабжение. Сегодня вот расширяются и новые идеологии, и индивидуальные тепловые пункты, там можно сделать отопление даже и летом в квартирах. Поэтому первое, нужно четко сказать, что там, где есть когенерация, когенерация – это совместное производство тепловой и электрической энергии. То есть, тепло не выбрасывается на ветер, или в данном случае побочный эффект, как не странно, электричество. А это, значит, идет в оплату, значит, потребленных ресурсов. Сегодня огромные, значит, у нас задолженности за газ, это как раз покрывало бы вот этим. Значит, и сегодня нужно четко и честно сказать, если мы сегодня не примем меры по развитию вот этих источников, то через год, через два цена будет непомерная, и будет непонятно делать, понятно, что делать с основным количеством населения. Сегодня нужно срочно сказать, политика наша такая, и идем этим путем. С нашей точки зрения, это, конечно, использование когенерации. В этом законе, опять-таки, однозначно указано, что основной продукт когенерационных электростанций – это тепло. Электричество является вторичным продуктом, сопутствующим продуктом. Поэтому с этой точки зрения остается всего сделать маленький один шаг. Просто приступить к выполнению положения закона. То же самое зафиксировано в европейских директивах. И вот совсем недавно уже, ну, мы раньше начали говорить и об энергетической безопасности, сейчас и в европейских директивах абсолютно точно звучит термин энергетическая безопасность. Это является важнейшим элементом энергетической безопасности. Если даже мы вернемся к нашей ТЭЦ-1, вот у нас есть разработки, модели, которые анализируются примерно 60 отдельных факторов, влияющих на уровень энергетической безопасности, которые выражаются единственным числом. Это сложная такая структура. И вот расчеты, которые были выполнены, ну, смоделированные. Мы отключили ТЭЦ-1. Что случится с последствием вот этого отключения? Оказывается, это ухудшится энергетическая безопасность примерно на 20%. Это только ТЭЦ, мощность, республики, страны в целом. Не говоря, что ТЭЦ-1 свои контура теплоснабжения, что она в случае отключения других источников питания может поддержать и, собственно, запитать все. У нас были события 2001 года, мы помним, да? Это надежность функционирования нашей энергосистемы. Вот мы тоже вот эти факторы, влияющие, разделили, так на инфраструктуру, критические инфраструктуры, так генерация находится в зоне опасной, переход в кризисную стадию. Поэтому любое отключение, снижение мощности, это приводит к тому, что по тем критериям, которые приняты для сопоставления, мы переходим в зону, в которой надо принимать экстренные меры. Иначе наша энергосистема становится уже на грани не катастрофы, но плохого функционирования. Поэтому и этот момент, надежность, там это, с другой стороны, мы говорим о надежности энерготеплоснабжения. Что случится, если одна электростанция, один источник, по какой-то причине техника, она откажется. Не будет кто-нибудь подставит спину, плечо, особенно если будет зимой. Какие последствия, когда заморозится центральная зона? Это ужас, катастрофа. С одной стороны, если вы позволите, мы еще с Виталием Михайловичем начинали разрабатывать, значит, сегодня делится как? Самая дешевая действительно тепловая энергия производится на ТЭЦ-2, там с ошибками, допустим, 550 лей-гига. Дальше идет ТЭЦ-1, опять когенерация 720. И у котельных, которые в свое время Термаковым пытался задействовать максимально, где-то свыше тысячи. Перемешивая амистикат, всю эту продукцию, получаем какую-то, и уже продают ее по 900. Значит, действительно есть возможности, Виталий Михайлович сейчас он расскажет, занимался вопросами, чтобы без дополнительных насосов только насосами ТЭЦ-2 прокачать город на... ТЭЦ-2 сейчас примерно 62% поставляет тепловую энергию, увеличить это на 15-20%. В этом случае гигу можно было понизить на 70-80 лет для населения. Но совершенно другая тема, что ТЭЦ-1, это счастье, что она есть у города, по той причине, что это надежность, это свой контур, это когенерация, и это совершенно выгодный режим в летнее время. Виталий Михайлович насчитал сумку это сумасшедшего, 70 миллионов леев в потере, да, расскажите в двух словах. Ну что, значит, вот апрель месяц происходит отключение централизованного отопления, но горячее водоснабжение надо обеспечить. И такая бы практика сложилась до этого, что на период летний ТЭЦ-1 отключается, а ТЭЦ-2 одним блоком продолжает работать и осуществляет горячее водоснабжение. Но технология работы и режим блока таков, что у него есть некий технический минимум. Ниже, чем 40 мегаватт, этот блок не должен по своей мощности нести меньшую нагрузку. И ограничение по воде. По тепловым процессам в собственном турбине это связано с необходимостью вентиляционных... Да, перевести на язык потребителя, что это означает. И учитывая, что вот отключили теплоснабжение, отопление отключили, водоснабжение надо обеспечить, горячее водоснабжение, постепенно в самом начале эти 40 мегаватт работают при выработке еще тепловой энергии столько, сколько нужно для горячего водоснабжения. Но когда подходит июнь, июль, август, когда на улице тепло, тогда горячее водоснабжение, мощность его снижается. И на ТЭЦ-2 на этом блоке показатели оказываются неэкономичными, потому что все избыточное тепло надо выбрасывать через конденсатор в градирню. И таким образом ТЭЦ-2 в летний период спускается с КПД 77% работающего в зимний период, спускается с КПД до 50%. Остальное, то есть снижение КПД до такого уровня приводит к непроизводительным затратам сжигания газа. Ну и там по оборудованию есть проблемы, перекосы по тепловым нагрузкам. Мы посчитали, что в принципе выбросы тепла на ТЭЦ-2 в летний период достигают выбросы, переведенные в сжигаемый газ, сопровождаются 16 миллионами сожженного, 16 миллионами метров кубических природного газа сожженного. То есть просто это выброс за летний сезон. Вместе с этим ТЭЦ-1, которая может работать и при пониженных нагрузках, и отслеживать свой режим так, как требует город, может работать с КПД 85% так же, как и зимой, без выброса в атмосферу. И вот этот эффект оценивается суммой более 70 миллионов леев. Вот ваше предложение. Наше предложение сводится к тому, мы написали соответствующие предложения, мы сначала провели консультации с работниками термоэлектрики, нашли предварительный общий язык, они говорят, напишите нам письмо. Ну, написали письмо. Он говорит, напишите одновременно еще и министерство, напишите ванреторское, чтобы и те знали, что мы с вами обсуждаем эту проблему. Ну, мы так и сделали, так сказать, наше руководство академии. Я слышал, что вы написали и в муниципальные муниципи, но нам не пришло, это я только ваш звонок определил мое участие. В муниципи мы обратились дополнительно, скажу почему. Ну, и это письмо, так сказать, прорабатывается, мы получили от анре, так сказать, ответ такой. Термоэлектрики. Нет, от анре мы получили ответ, мы от термоэлектрики получили. То есть они вас уведомили, что рассматривают? Да, да, да. Что-то хорошее дело. Да, что они не отрицают, не отрицают, по крайней мере, не уничают нас в том, что мы ошиблись в наших экономических расчетах. Они не отрицают технических предложений, которые мы сделали, которые могут обеспечить этот режим, потому что не просто так вот нажать кнопку, и все будет автоматически отработано. Нужно выполнить некоторые организационные мероприятия технические, которые позволят это сделать. Значит, они это не отрицают. То есть, в принципе, как бы все идет, как идет. Но состоялось заседание в примарии под председателем генерального примара, и где сказано было однозначно, что в очередном сезоне отопительном ТЭЦ-1 исключается из работы. И мы были очень удивлены, после того, что мы были в начале пути по реализации этого предложения с термоэлектрикой, и вдруг представитель термоэлектрики заявляет, что мы ТЭЦ-1 выводим из работы, и что там дальше будет. Может быть, они не уведомили Дарина Киртока, наличие такой вот... Нет, господин Киртока дважды задал вопрос уточняющий. Так что с ТЭЦ-1 будем делать? Какие слухи? Да, однозначно было сказано. Мы ее, так сказать, выводим из работы. А при этом нет сказано. Да, и по причине, что она неэкономична. А на самом деле ее коэффициент полезного действия выше, чем ТЭЦ-1. Мы вынуждены были написать письмо в премарию и в муниципальный совет с разъяснением, что, господа, на самом деле тут какая-то дезинформация происходит. И могут быть приняты в результате этой дезинформации, могут быть приняты решения непоправимые. Разрушительного характера. Поэтому пусть нас, кто посчитает нужным, дополнительно посмотрит наши аргументы, расчеты и так далее, так сказать. И мы готовы в техническом плане сесть за один стол, обсуждатель, конечно, в счете принять такое решение. А термолитико? Станислав, я на ваш ответ, что это такое? Значит, ТЭЦ-2 очень экономичная, она более современная станция. Но это все равно, что везти 40 тонн, 40-тонный самосвал, 1 тонну летом. Он должен быть загружен зимой, это его проблема. Он справляется, ТЭЦ-2 прекрасно с этой идеей. Но летом нужно рассматривать. И сегодня вопрос закрытия ТЭЦ-1, но он особенно, что она не экономичная. Господа академики, я очень рад, что они сегодня, этот институт, выступил с этой проблемой. Это совершенно неправильный подход. И в рамках страны, так и особенно, поскольку у нас передача городская среда, в рамках города, не дай бог, какая-то авария на теплоносителях, сегодня нужно уменьшать отдачу производства котельных, потому что там нет генерации, и увеличивать производство ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Искать вот эти варианты, вот это будет правильно, а не закрывать ТЭЦ-1 и оставлять в работе котельные. Это вообще такой подход. Тем более, что сегодня идет перереконструкция тепловых концовых устройств, так называемые пункты индивидуального отопления. И привод на электроэнергию. Случись, что отключение по электроэнергии произойдет, теплоснабжение тут же, так сказать, теряется. Поэтому иметь два источника в городе, это не роскошь, это необходимость. И причем, так сказать, крайняя необходимость. Тем более, что ТЭЦ-1 очень мобильная, многоагрегатная, и она уже играла свою роль, так сказать, когда в энергосистеме были сложные ситуации. Я достаточно приведу пример. В 2002 году энергосистема погашена была полностью из-за внешних причин на Украине, поскольку мы связаны, так сказать, едиными сетями. Все сели на ноль. ТЭЦ-1 подняла всех заново. И вот это должны знать. То есть, благодаря мощностям ТЭЦ-2... Чтобы запустить насос ТЭЦ-2, там только пены 5-мегаваттные, надо электроэнергии. Мощность, они сохранили собственные нужды, постепенно сами, так сказать, вышли в сеть. Помогли ТЭЦ-2, помогли Молдавская ГРЭС, помогли Бельсин. Это как раз возвращает нас к теме энергетической безопасности. Да, поэтому с точки зрения энергетической безопасности, ну, столица само собой, но и республики в целом, нужно сохранять. Тем более, такую станцию, как ТЭЦ-1, тем более в условиях, когда не уводятся новые мощности. Да, и ситуация такой экономической нестабильности. Кстати, была программа развития Молдовы на 400 мегаватт. Новыми блоками, в данном случае мы рассмотрим парогазовые, и сегодня эта тема висит, значит, конечно же, сегодня крайне необходимо увеличить мощность, а как парогазовыми установками, так, наверное, и модными сегодня солнечной, альтернативной энергетикой. Вот в Одесской области только за последние два года открыли пять, значит, станций производства по 40 мегаватт. Пять, это только вот буквально по 50-60 километров от границы, по 20 и так далее. У нас юг обладает по 220 дней, солнце по 1600 ватт на метр квадратный, чего не использовать. И получать, по крайней мере, значит, понятно, по моменту окупаемости там есть затраты, но потом в дальнейшем ее можно продавать по любой цене уже заранее определенной. Помогите разобраться в такой ситуации, прошу прощения, но наличие альтернативных источников энергии, развитие альтернативной энергетики, наличие, будем говорить, такой фундаментальной энергетики в лице ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, и наличие, ну, мы, в общем-то, еще и являемся потребителями энергии. Вот альтернативная энергетика, она альтернативна чему во всей этой вот цепочке? Да, просто альтернативная по первичному энергоносителю. Ветер, солнце. В принципе, выходной продукт один и тот же. Пусть это будет электроэнергия или тепло. Но существуют определенные ограничения. Ночью солнца нет, ветер тяжело прогнозировать. А как потребитель, мне без разницы, откуда, с какого источника идет электроэнергия или тепло. Поэтому здесь должно быть соразмерность. То есть не увлекаться слишком одной стороны, забывая о другой, иначе мы перейдем в стадию равновесия. Мы потеряем наше равновесие. Поэтому система очень... До того, чтобы перейти равновесие, слишком увлекаться, надо хоть что-то сделать. Хоть что-то, я согласен. Значит, это уход от потребления газа. Все страны пытаются уменьшить свою зависимость от газа. Это нормально. От каких-то углеводородов, угля газа. Значит, производство альтернативной электроэнергии это позволяет. Значит, зимой она тоже, и работает на рассеянном свете. Также 40-мегаваттная станция дает по 15-16 мегаватт. Это достаточно много. Парогазовая установка, она там, где нет необходимости потребления тепла, она все тепло, которое с газовых турбин сливается, оно опять идет на паровую турбину и опять используется для электричества. И она для Молдовы сегодня крайне, конечно, тоже важна для поддержания энергетической стабильности. Я бы хотел сказать о том, что вот еще с 2001 года институт, Виталий Михайлович, это лидер, это разработана схема так называемой распределенной генерации, где в каждой районной центре было рассчитано, исходя из тепловой нагрузки, какую такую небольшую станцию построить, чтобы решалась одновременно задача социальное обеспечение энергией, и системная, то есть повышение устойчивости энергосистемы за счет производства электроэнергии. Вот то, что сказал Александр Петрович сегодня, вот роль вот такого подхода распределенной генерации еще перекликается с развития сегмента возумляемой энергетики, потому что, опять-таки, система должна быть сбалансирована. Поэтому здесь, если мы посмотрим так внимательно, и как производство тепловой энергии, так и электрической энергии, независимо из каких видов первичного топлива, является комплексной задачей. И только вот имея комплексный подход к решению этого вопроса, можно добиться успеха. И я еще отмечу такой фактор, что вот если бы уже 16 лет, по сути, мы имеем историю начала движения или предложения, мы могли бы в нашей энергосистеме, при существующей мощности потребления, сэкономить примерно 20 мегаватт потерь снижения в системе, потому что распределенная генерация. А вот это умножить еще 20 мегаватт, по сути, с коэффициентом даже 0,5, это на 876 часов. В денежном выражении это получается очень существенный момент. Именно что хотим отметить тот факт, что это является системным подходом и имеет системный характер. Поэтому очень хочется сказать и господам, которые влияют на развитие энергетического комплекса в Молдове, что свет у нас зажигается не от выключателя. Это огромный комплекс проблем, которые нужно сегодня, завтра, и уже мы опаздываем. Частно заниматься профессионалами. Энергетика не любит непрофессионалов. Это не тот момент. Кстати, сейчас происходит кадровая политика, тоже в энергетике чехарда полная. Это тоже оказывает влияние и опасность. Нужно заниматься энергетикой, энергетической безопасностью страны. Ну вот такой момент. Чем все-таки можно обосновать или объяснить такое разночтение в подходе к этим вопросам? Вы, научная общественность, народные избранники, говорите о том, что сейчас крайне необходимо видеть и компоненты энергетической безопасности, и видеть то, что происходит сейчас с теплоэлектроцентральными. Чиновники, люди, которые находятся во главе руководства энергетической системы страны, по-своему распоряжаются всем этим. То есть здесь что, не знаю, лоббирование тех или иных интересов, или же здесь просто непонимание фактической ситуации, к чему это в итоге может привести? Можно я скажу? Мне кажется, что здесь важный фактор тот, что мы пропагандируем рыночные отношения, но... Мы вступили уже в это с этим. Полным ходом, видимо, по этой дороге. Называем это, что вступили. Да, это не анархия, это не произвол. Это хочу сегодня так, хочу завтра я поступлю иначе. Дело в том, что развитие, вот ваш предыдущий вопрос в отношении возобновляемых источников энергии. Тот, кто берется сегодня за реализацию того или иного проекта по нетрадиционной энергетике, должен думать о постоянстве дектора или теплоснабжения потребителя, с кем он заключает эти... Кому он отдает свою энергию. он отдает. Дело в том, что многие сегодня надеются на то, что я включу ветроагрегат, и система пусть принимает. Энергосистема пусть принимает эту энергию, как может. Энергосистема не может теми существующими мощностями играть в переменном режиме. И поэтому, как сказал Владимир Петрович, она должна быть сбалансирована. Внедряешь мощную возобновляемую, скажем, станцию возобновляемой энергии, думай о том, каким образом ее подстраховать за счет собственной газотурбинной или парогазотурбинной установки. И вот эта позиция многими понимается правильно. Некоторые пока надеются на энергосистему. Украина, дескать, нам поможет, еще кто-то там. Ничего подобного. Дело в том, что регулируемый график, суточный график, когда он не в базе, все, что не в базе, обходится совершенно другими уже совместными показателями. Это все не так просто. Я бы ответил, Станислав, с моей точки зрения, задал несколько другой вопрос. Вот мы получаем электроэнергию с Молдавской ГРЭС по 4,89. Сегодня производства этой электроэнергии на ТЭС-2 больше. Хотя она экономична. И Молдавской ГРЭС в полтора надо считать во сколько раз. Потому что только государственная станция, и тепло выбрасывается в канал. И так далее. Почему? Потому что цена газа там сбалансирована. И то, что неоднократно говорят социалисты и лидер Додон Игорь Николаевич и так далее. Конечно, вхождение в европейский вот этот союз, в смысле, значит, восточный, он дает совершенно другую цену. Почему молчат? Потому что сегодня, получая газ по другой цене, по тем, что получая страны, входящие, мы получим гигу в два раза дешевле. Цена электроэнергии будет значительно меньше. Соответственно, будет колоссальный рост наших и промышленных, и перерабатывающих предприятий, потому что будет за что бороться. И вот почему замалчивается? Потому что они могут говорить, потому что цена газа такова, какая она есть. Вот и все. А сегодня ТЭЦ-2, вследствие СВЭЦ, она намного экономичнее, чем Молдавская ГРЭС. То есть экономика продолжения политики. Конечно. По этой ситуации, опять же, каким мог бы быть путь наиболее правильно, на Ваш взгляд? Вы знаете, нам очень важно сохранить синхронную связь с теми системами, с которыми мы сегодня имеем эту связь. Это с точки зрения энергетической безопасности очень важно. И второе, так сказать, это развивать эти связи, усиливать их для того, чтобы это было выгодно и нам, и было выгодно соседям. У нас большая проблема остается во взаимоотношениях с украинскими энергоструктурами. Ну, может быть, не от принципиальных, так сказать, совсем возражает, каких-то тупиковых таких, но проблемы существуют. И мы совершенно не связаны с энергосистемами Болгарии, Румынии, которые тоже, так сказать, нуждаются и одеи, и мы нуждаемся в этих взаимных связях. Могли бы во взаимных интересах, так сказать, найти общие технические решения. Таким образом и поддержать собственную национальную энергетическую связь. Вот у нас в институте эта тематика достаточно серьезная. Мы думаем просто. Думаем, обсуждаем, моделируем. И очень важно сохранить нам то, что есть, и приумножить его новыми. Но выходили вы со своими предложениями на уровень правительства? Я понимаю, там чиновники... Ну, вот если говорить в этом плане, мы как институт выполняем... Я считаю, что важную работу, вот только мы вошли в эту колею, это разработка баланса страны, энергобаланса. То есть в этом году, 16-й год, все это было наше. То же самое, вот даже те наши письма, обращения, встречи. Мы стараемся держать контакт с представителями министерства. И, в принципе, нас радует, что мы находим общий язык и понимание, начиная от того, что нас и приглашают, участвуют. И, когда возникают какие-то вопросы, они обращаются к нам за определенными консультациями. Ну, опять-таки, я бы отметил такую особенность. И вот мы были на прошлой неделе с Виталием Михайловичем на конференции в Румынии. Это такой большой межрегиональный форум Форен-216, организованный под эгидой Международного совета по энергии, который мы и доложили некоторые наши результаты. В принципе, наши коллеги вполне поняли, что в энергетике не может быть каких-то односторонних преимуществ и одностороннее решение проблемы. Даже если мы вернемся к тому же вопросу об установлении связи, межсистемной связи с Румынией, даже если мы поставим то, что называется связь специального устройства в Булкане, что позволяет параллельно работать, сразу включаются четыре участника. Это Румыния, Республика Молдова, Украина и Молдавская ГРС, которая по сути является собственность РАО и ЕС. То есть мы можем найти приемлемое решение, когда будут все найдут свою выгоду. Вот в энергетике это очень важно. Мы пытаемся таким образом подвести к проблеме, которая существует, поиск решения, чтобы был взаимный интерес и взаимный баланс интересов. Виталий Михайлович чуть-чуть Виталий Михайлович обратил внимание на эту сторону вопроса. Мы имеем около девяти форм собственности в нашей энергосистеме. Плюс это каждый экономический агент, моя задача, чтобы я получил наибольшую выгоду. Существует такая практика, что энергосистема или энергокомплекс работает в принципе без прибыли. То есть прибыль получается в другие отрасли экономики. И в данном случае это не приводит к тому, чтобы создались проблемы в экономике. Вот когда проблема с газом была, Виталий Михайлович тоже сделал такое интересное исследование, которое показало, что рост ВВП и рост цены на газ напрямую отражается. когда произошел скачок на сказе, вот Виталий Михайлович можно прокомментировать этот вопрос. Началась у нас приватизация и когда термокомэнерго разрушен был, это 95-е годы, 96-е годы, значит там в тот период цены на газ были неконтролируемые и тогда еще валюта была нестабильная, были другие заменители. Так оказалось, что местные органы приобретают, но мы поработали, мы филактические данные использовали нашего Молдавгаз и кстати эта работа выполнялась по заданию президента республики, была рабочая группа создана, мы выполняли такой анализ. Оказалось, что 95-е годы были очень провальными по экономике, как оказалось, в результате завышенных цен на газ. Затем этот провал снижения валового внутреннего продукта из-за роста тарифов на газ. Казалось бы, но это проявилось буквально через год после этого. Развал термоком энерго привел к совершенно непредвиденным тоже. Затем появление у нас новых собственников наших электросетей. Свои тарифные были уже законы. Экономика снова почувствовала этот удар по тарифной политике. Снова спад валового внутреннего продукта. и вот эти волнообразные колебания объема ВВП зависели или зависит от существенных тарифов. Поэтому координация очень важна. И соотношение тарифов. Время конечное. Мы подошли к финалу. У меня под занавес такой вопрос. Мы понимаем, академики вырабатывают очень ценные предложения и формы дальнейшего развития энергетики, теплоэнергетики. Правительство выбирает из всех этих предложений самые удобные для себя и приемлемые. Будем мечтать об этом. Тем не менее, по глядя на то, что сейчас происходит в теплоэнергетике, особенно с теплоэлектроцентральными, которые находятся в Кишине. Каков здесь может быть исход сегодняшней ситуации? Главный посыл, с моей точки зрения, одна большая часть, почему мы собрались, это категорическое нет закрытию ТЭЦ-1. Это раз. Максимально использовать правильные экономические летние режимы для снижения финансовой нагрузки на данное предприятие. Использование зимой максимально разработать схему, которую начала в свое время Академия наук, начинал термоком, он точил, я знаю, что и подключался, и довести эту программу, использование насосами ТЭЦ-2, подачи большему количеству потребителей. Основная цель это снижение гиги для населения и улучшение надежности теплоснабжения города. Как основная его часть определиться правительству с дальнейшим развитием этого сектора и все страны мира в принципе в большинстве своем говорят там где есть когенерация нужно ей воспользоваться. Поэтому нужно прекратить сегодня разрешение выдачи разрешения на подключение к газоснабжению предприятий частных домов и так далее чтобы улучшить эту ситуацию. Она уже критическая как сказали коллеги академики. Поэтому вот это основные посылы нашего сегодняшнего разговора потому что мы можем привести город просто к разрушению к заморозке не дай бог неправильная эксплуатация сегодня я там не знаю кому эксплуатировать остановы одной или другой станции это у нас что значит не подать отопление в больницу в жилой дом при минус 20-30 и так далее и так далее сегодня нужно думать не торопиться не надо тем более что сегодня вот слава богу что есть институт энергетики которые показывают расчеты и говорят что выводы неправильны как бы так ну будем надеяться что будут услышаны и ваши доводы и доводов уважаемых академиков и я что могу пообещать что мы этот разговор обязательно продолжим потому что тема ну не просто глобальная тема бесконечная и в то же время она настолько близка каждому из нас и жителю Кишинева и жителю любого другого из 40 городов страны любого другого населенного пункта поэтому понимание того что власти сегодня делают в этом секторе понимание того что можно сделать и понимание того как можно сэкономить и как можно сохранить тот потенциал которым обладает сегодня наша страна наверное было бы важно для зрителей и может быть даже один из факторов влияния на принятие правильных решений в этой области если вы позволите если я понимаю что передача она такая первая в этом цикле я тоже надеюсь что будет продолжена наверняка есть достаточное количество у нас энергетиков которые связаны с этой темой я просто обещаю что в рамках комиссии по энергетике в которой в примарийском и в консилиуме мы проведем круглые столы с приглашением всех основных предприятий города заинтересованных лиц в рамках подготовки к зиме 16-17 года состояние оборудования какие задействованы резервы возможности с докладами и так далее надеюсь что примария тоже поможет пригласит всех своих главное чтобы откликнуть руководителю вот этих ключевых звеньев предприятий которые ну не знаю мне кажется что большинство из них просто держится за кресло боясь потерять если я приму то или иное решение откликнуть на тот или иной призыв гражданского общества или законодателя ну будем надеяться что в нашем обществе смелых и умных людей больше чем чем наоборот спасибо вам за сегодняшний разговор мы продолжим эту тему я вам обещаю спасибо вы смотрели программу городская среда у нас в гостях был вице-директор национального института энергетики академик Виталий Пасталати его коллега также вице-директор института энергетики доктор Хабилитат Владимир Берзан и муниципальный советник столицы от партии социалистов Александр Комаров следите за эфирами будет интересно всего доброго Спасибо за субтитры Алексею